приветствую всех на своем канале этот выпуск опять неочередной точнее не планируемый как я вам говорил в последнем анонсе мой канал уже давно в черном списке правду не любят как снизу так и сверху мне сняли с рекомендованных уже четыре ролика подряд даже анонс это означает что на просторах ютуба их никто не увидит кроме подписчиков то есть правду почти никто не узнает я специально ближайшем стриме не постил ни картинок не фрагментов по теме беседы был просто разговор но тем не менее даже на это наложили вето даже на голую правду древних цивилизаций это я просто заостряю внимание для тех кто тупо считает что тема хайповая и те о которых нельзя упоминать кидают подобные в топы как видите не кидают а наоборот удивляясь как вообще еще не удалили или не забанили но связи с последними событиями в мире о которых запрещено упоминать я решил опубликовать один спец ролик который монтировал еще в начале февраля он не был предназначен для широкого показа а сделан был естественно в исследовательских целях и по просьбе неких очень высокопоставленных лиц нет нет материальной заинтересованности не было как всегда скорее наоборот были только затраты с моей стороны и вроде никакими обязательствами не обременен поэтому могу вам показать все как есть демонстрационный фильм довольно короткий менее чем на 8 минут таковы были требования хотя у меня виде материала по этому поводу на несколько часов посмотрите и поразмышляйте для чего я его именно сейчас решил показать напоминаю связи с последними событиями в мире как говорится приятного просмотра вашему вниманию представлен процесс эксперимента проверки эффективности воздействия вихревой энергии на жизнедеятельность бройленных кур это уже третий успешно проведенный эксперимент который подтвердил результаты предыдущих из инкубатора на птицефабрику для выращивания в течение полутора месяцев было доставлено около 60 тысяч из которых сразу же при приемке забраковали почти тысячу в брак то есть на переработку отправились цыплята с явными дефектами малоподвижные покалеченные с генетическими отклонениями и весом ниже 40 грамм для участия в испытаниях из забракованных были выбраны самые худшие варианты и сформированы в две группы по 6 и 12 штук специалисты знают что подобные цыплята не жизнеспособны и большая часть погибает в ближайшие пару дней а выжившие экономически невыгодны так как не набирают полноценного веса в процессе выращивания эксперимент был начат 23 декабря 2019 года на территории птицефабрики не официальном поэтому съемки проводились при плохом освещении и не очень качественной аппаратурой для воздействия вихревой энергии группа из 12 цыплят обрабатывалась новейшим меандроном кутушова в коричневом корпусе а вторая группа из 6 цыплят обрабатывалась другим вариантом меандрона кутушова в синим корпусе параметры выбраны по итогам прошлых многочисленных исследований в борьбе с онкологией забракованные цыплята после отбора для эксперимента и разделения на группы были тут же обработаны меандронами кутушова по одному разу утром в течение 20 минут еще по одному разу вечером на следующий день 24 декабря процедуру повторили на видео хорошо видно что цыплята имеют явные дефекты также можно увидеть полноценных цыплят в клетке которые уже находились на выращивание привезенные из той же партии трое суток две группы цыплят находились отдельно от полноценных в худших условиях при более низких температурах окружающей среды тем не менее они проявили завидную активность и отличный аппетит даже самые критические дефекты особенно нескольких покалеченных цыплят которые получили тяжелые травмы в стадии созревания яиц в частности сильный перегрев оказались весьма шустрыми и один из них даже пытался доминировать своей группе после чего их снова обработали 27 и 28 декабря далее пометили красным маркером 12 цыплят обработанные коричневым меандроном и 6 зеленым маркером для синего меандрона уже после этого разместили их в общие клетки с обычными цыплятами первые две недели подопытные вели себя весьма активно и очень быстро набирали вес конечно на фоне полноценных цыплят были некоторые еще заметны хотя было проведено первое сравнение через пять суток где видно что помеченные бракованные цыплята ничем не отличается от полноценных контрольных вот тут съемка за 27 декабря где вместе с контрольными находятся и наши испытываемые и в основном отличить их можно только по красным и зеленым меткам следующую видеофиксацию проводили 5 января с последующей обработкой меандронами и подкраской маркерами подопытные заметно подросли и уже стали менять перья можем увидеть на сравнении с контрольными что они уже абсолютно неразличимы ну кроме тех которые с рождения были фактически без перьев хотя уже довольно успешно оперились вот это уже съемка 9 января после некоторого перерыва очередные съемки состоялись 19 января уже на более качественной аппаратуре от 20 января были проведены замеры веса между контрольными и экспериментальными отмечу что несколько дней до этого была авария на линии подача корма и все цыплята оставались без еды почти трое суток поэтому результаты замеров на всех должны были быть несколько выше замеры показали что забракованные цыплята уже догнали контрольных хотя было несколько экземпляров с генетическим дефектом которые все равно заметно отставали от всех и конечно отмечу что все были живы и вполне здоровы вот еще фрагмент за 22 января где им в клетке обновляют маркеры по другому большинство из них уже не отличить следующая виде фиксация была проведена 29 января ментроны уже не использовались так как толчок иммунной системе подопытным цыплятам был дан несколько раз в декабре и несколько раз в январе проводился только контроль и подкрашивание маркером здесь они уже не цыплята а полноценные куры возрастом 38 суток следующая съемка делала 7 февраля тут эксперимент подходит к завершению видно что из безнадежного брака которые должны были отправить в отходы еще 23 декабря свой жизненный цикл в полтора месяца списанные цыпляты прошли совершенно успешно до зрелых кур причем они в большинстве догнали своих контрольных собратьев по весу и абсолютно все остались живы и здоровы в отличие от контрольных где падеж за полтора месяца составил более трех четырех процентов а это самая последняя съемка 11 февраля после чего их 14 февраля отправили на переработку как видите эксперимент прошел весьма успешно все забракованные цыпляты без проблем дожили до конечной стадии весьма быстро развились и ничуть не уступали по своему здоровью и весу контрольным хотя у контрольных были различные проблемы вплоть до падежа стоит отметить еще такой факт ежедневный падеж по всей партии в 60 тысяч составлял от 60 до 100 голов за полтора месяца погибло более трех тысяч то есть в каждой клетке в среднем было от двух до пяти штук потерь птицы но в той который содержались обработанные вместе с контрольными падежа не было вообще конечно подобное надо перепроверять но факт интересный